Ты ждешь, чтобы не сдаться, с мечтой своей не расстаться. Песня о мифологическом герое Икаре стала для Софьи Бейман путеводной звездой. На фестивале Анапчанка взяла гран-при. Занимается пением уже на протяжении 10 лет. Недавно вернулась из Сочи с конкурса «Поколение Next», где прошла во второй тур. К фестивалю «Звездный дождь» Соня готовилась две недели. Занималась вокалом по несколько часов в день. По ее словам, конкуренция была очень серьезной. Но она смогла справиться с волнением и выступила блестяще. Выступаю, когда я на сцене. Я пою даже не для себя, а для зрителей, которые сидят за зрительными местами, в зрительном зале. Я пою именно специально для них. И получаю колоссальное удовольствие, когда аплодируют. Аплодисменты для меня. Это настолько бодрость, духа сразу поднимается. Вот я, да, на сцене встаю. Для меня гран-при. Самая вышла для меня планка. И отступать от нее ни в коем случае нельзя. И настолько радостно. Такая ипория. Настолько такие перепрошенные чувства. Фестиваль «Звездный дождь» проходит в Анапе второй год. Как отмечают жюри и организаторы, возросло не только количество участников, но и их профессионализм. В этот раз победители определились с трудом. Все участники были достойны первых мест. Анапа завоевала сразу четыре гран-при. Среди победителей и образцовый художественный хореографический ансамбль «Конфетти». Анапа, она всегда город-курорт Анапа, рождает своих талантов. В этом году было очень интересно, очень сложно было жюри, потому что настолько был сильный вокальный и хореографический конкурс, что никак не могли даже оценить, вот как, сколько дать гран-при, сколько дать первых мест. И в общем-то мы, я раскрою маленькую интригу, дали больше, чем обычно. В Анапе фестиваль продлился три дня. Финальный международный этап «Звездного дождя» пройдет в городе Владимир.